Жительница Кирова отметила свой вековой юбилей. Поверить, что Анне Филипповне Осиповой уже сто лет сложно. Хлебосольная, радушная, помнит все и горести, и радости своей долгой жизни. В гостях у юбиляра сегодня побывали Валентина Палкина и Руслан Быкасов. Анна Филипповна встала сегодня в пять утра, чтобы напечь пирогов. Без дела никогда не сидела, а трудностей на ее долю выпало немало. В семье было шестеро детей, а не старшие. По комсомольской путевке приехала на мех стеклозавод в Улан-Удэ. Там и встретили Великую Отечественную. Муж ушел на фронт, а Анна Осипова осталась с двумя маленькими детьми. Столько мы горя приняли. Машин не было, мужчин не было, были одни женщины. Весь завод держался на женщинах. Работали мы в магазине, торговали. А чем торговали? По карточкам. Все было по карточкам. Хлеб был по карточкам, сахар по карточкам. Абсолютно все. От мыла до спичек. Днем выдают продукты, а ночью составляют отчеты по карточкам. Только прилягут, в окно стучат. Пришел состав с дровами или цементом для завода. И до утра разгружают женщины вагоны. Чтобы один человек не вышел, до того были люди преданные. Вот я вам откровенно, просто откровенно говорю. Как мы все были дружные. Как мы все боялись. Как мы берегли этот фронт. Чтобы только туда, только туда мы как-нибудь. После войны работала Анна Филипповна в торговле. Была заведующей детским садом. 20 лет назад переехала к дочери в Киров. Она очень справедливая. Она настолько вот... Ну вот, она не терпит фальши. Она не любит вот этого вранья. И поэтому она кажется со стороны очень строгая. Ну а так нет. Ласковая. Переживает всегда за нас. Сейчас уже правнуки создают свои семьи. И все родные, поздравляя свою маму, бабушку и прабабушку с вековым юбилеем, желали жить долго и счастливо. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, Вести, Киров.